И всем привет! Вы на канале Bidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня поиграем в Valiant Heard The Great War. Порекомендовал мне пользователь с ником WinniePugh228. Спасибо тебе за это. Вы, кстати, тоже можете предложить мне любую игру. Просто напишите про неё в комментариях. Я что-нибудь сниму и ваше имя укажу в названии этого чего-нибудь. Как-то так, да. Итак, Valiant Heard. Что про неё я знаю? Это графический роман, что я, в принципе, не особо люблю. По мне так лучше книжку почитать, либо фильм посмотреть, да, как-то так, а не совмещать это всё вместе ещё и на телефоне. Ну, посмотрим. Если зайдёт, то продолжим её проходить. Также жду вашего мнения насчёт этой игры. Стоит, не стоит в это вляпываться и так далее, да. Итак, что мы имеем? Играть, эксклюзивный контент и параметры. Давайте посмотрим, что в параметрах. Управление, мой профиль, включить, выключить режим ветеран. В режиме ветеран подсказки отключены. Ну, мы не ветераны, так что пусть будет так. Эта всякая фига тут вылазит. Ладно, поехали играть. Нажимаем и смотрим, чё кого. Чё кого? Погнали. Источником вдохновления для авторов игры война, короче, служит. По-русски прям. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола... Ну, тут прямо история. ...герания объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к пояре. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Кто? Карл? 1 августа, 14-й год, Сен-Миель, Франция. Надеюсь, со звуком нормально всё будет? А баба чё, типа француженка? Ну, анимация зашкаливает, да. Ну, такой стиль игры. Ничего не сделаешь. И батьку оставили. Сына, главное, забрали и всё. Как так? А это, наверное, дочка... Короче, батя, дочери. Вы поняли. Несколько дней спустя. Всё очень плохо. А, его в армию забрали. Теперь он в армии. Понятно. У него флэшбеки какие-то, видать, ещё с Наполеонской какой-нибудь компанией. А, так это его... Я чё-то нифига не понимаю. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиль. Понятно. С тяжёлым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сэммиэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждёт его впереди. О, тут мы уже играем, смотрите. Прям тапать нужно. Вот мы идём на войну. Окей. Опять мы... Он прибежал и опять машет. Типа топай сюда. Так, чё у нас тут есть? Объявление войны. 28-го, 14-го Сараева был убит. Это мы всё знаем. 1-го августа Германия объявила войну России, 3-го Франции, 4-го Германия объявила войну Британии, 11-го... Короче, все друг другу войну пообъявляли. Это прочие факты, да? Формирование армии. Армии большинство участников войны набирались по призыву в Германии. Возраст солдат составлял 17-45 лет. Призыв начинался с 20-ти. Срок службы стоял 2-3 года. Во Франции военнообязанность считались мужчины в возрасте 20-48, чуть постарше. Круто. Служба длилась 3 года. В армии набиралась... Так, в России армия набиралась из 21-ух однолетних призывников. Они служили 3 года и оставались в запасе до 43-х лет. Окей. В год войны призыву подлежали все военнообязанные мужчины. В Англии 14-й год имелась лишь небольшая профессиональная армия. 16-го года войска формировались из добровольцев. Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18-ти до 41-го. Замечательно. Железные дороги важнейшую роль в переброске войск. На передовую их снабжение играли железные дороги. Уже в августе 14-го года британцы направили к линии фронта инженерные войска для прокладки новых маршрутов в Германии, которая заранее готовилась к войне. Железные дороги находились в превосходственном состоянии и охватывали все важные направления. Франция также обладала хорошо развитой железной дорогой. Короче, перебыв... А в России все было плохо, да? Несмотря на обширность территории, мобилизация в России также прошла успешно. Ну, вроде как не очень успешно продвигалась на самом деле. Кровавый август. 14-й год. В первых боях германские войска начали одерживать быстрые победы, оккупировав в честь Бельгии. В конце августа они двинулись к Парижу. Французская армия в массовом порядке отступала. Враг легко теснил ее, отбивая все атаки. Многие солдаты попадали в плен или погибали в период августа по сентябрь считается самым кровавым периодом войны в одной только французской армии. За это время было убито и ранено 180 тысяч человек. Ужас какой. Ясно, что это приблизить можно, да? О, клёво. Вот этой кнопки мне не хватало в полицаях, да. Что предметы? Предмет еще не найден. Предмет еще не найден. Предмет еще не найден. Ничего у нас пока не найдено. Это надо, наверное, искать где-нибудь вот здесь вот, может. А назад уже не вернутся. Ну, будем мы это смотреть. Смотритесь, я в друзах и майкер стильзай. Он сейчас меня дальше поведет? О, я уже, смотрите, в форме. В красных труселях. Ладно, погнали дальше. Что? Там, говорит, дудка есть. Вот у этого парня дудка. Что происходит, блин? Ой, теперь мы умеем бегать, да? Прямо на войну вот так вот, да? Все, пешком до фронта. Ну, вот это уже похоже на игру. Другой стороной только что-то бьешь. Так, гренки. Это какой-то ингребет. Да, блин! вот так вот и будем воевать. Кидаться бутыльками, смотреть, что лежит. Шапку собрали, замечательно. А вот еще что-то, лежит. Ну, я же вижу, что что-то... это каска такая же, нам это не нужно. Какой-то прям огненный геймплей. Изи! Ну, я думаю, это обучение, а потом будет веселее, да? Это же графический роман, тут все весело. Так, слэш бить, прыг. Точнее, по препятствиям залазить. Окей. Так, как его зовут? Эмиль, да? Окей. Поднять флаг. Мы какая-то шишка, мы все делаем. Короче, сейчас стоят, тут посмотрят, а мы гранатами кидаемся, и он рогалики какие-то крутим. Короче, едем в Париж, у меня тут немножко вылетело, как за гуглплеем, так как версия немножко нелегальная, играем, что-то там косячится. Надеюсь, слышно. короче, он просит поцеловать внука за него. Он едет в Париж на войну. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться Боков, человека, который станет его лучшим другом. 14 августа 2014 года восточный вокзал. Окей. Потише сделать? на, его типа шпыняет, потому что он нега, да? Окей. Нельзя. Нельзя. Нет, нельзя, короче, бить. Окей. Наверное, может, еще раз надо дунуть. Нет. Ну ладно, пойдемте сюда. Бутылку стырил. Окей. Ну я знаю, надо и по-любому этому мужику ее отдать. Еще одна бутылка есть. А тут что? А, тут две бутылки. И он сейчас скажет, это не хочу, хочу черную, да? А как инвентарь вызвать? Кинуть у него бутылкой, что ли? Или в колокольчик кинуть бутылкой, а то он как-то выделяется. Ну, изи, короче. Что это такое? А, ну я-то думал, я не все собрала тут, вот видите, все здесь лежит. Дай еще бутылочку. Спасибо. Может, еще вот этого мужика кинуть? Нет. Ну, наверное, ему дать просто ее теперь надо. нифига. Нет. Так, что по инвентарям? как-то... инвентарь не вызывается. Вы можете отключить систему подсказок и подсвечивание интерактивных предметов, выбрав ветеран. Окей. это я видел все, это я знаю. Точнее, ну, это мы сделали. еще раз, это бахнуть. Дай еще бутылку. Так, что делать? У меня затык. Тут есть какие-то две штуки... О, вот, смотрите. Взятку дали, прошли. Дайте мне еще одну бутылочку. Короче, тут валюта, это бутылки. Что надо? Квестик, смотрите. Так, мы взяли какую-то штуку. Письмо французского солдата. Дорогие родители, нас подготовили к отбравке. На фронт будем отбивать у немцев Эльзас и Лотарингию. Фига себе. Не волнуйтесь, к Рождеству уже буду дома. С любовью, Марсель. Хе-хе, буду. Свисток начальник станции из-за провоза вокзала и железнодорожной станции были очень шумные в те времена. Пользовались свистками. Какая? Перевесть. Это так все интересно. По лестнице нельзя ходить. Любит музыку. Хочешь, тебя бутылкой кину? Нет? А как отменить? Никак, да? Уже походу. Я намотался накидок бутылкой. Окей. Пошлите за другой. Красную хочу. А это скорее всего какое-то масло может быть машинное. Слушайте. Все, беги, беги дальше. Беги. Мне ему нечего дать. Беги дальше. Что надо? Он и хочет музыку. Окей, я понял. Тут последовательность правильная нужна. Да ладно тебе! Ты всю малину испортил, сволочь. Есть, я танцую. Это тоже сейчас пойдет танцевать. Теперь можно наверх залезть. Нафига ты бутылками кидаешься? А если в кого-нибудь попадешь? Тут все, конец. Больше здесь ловить нефиг. Но зато там есть, смотрите, какая-то сигарета. О, господи. Зацепер! Старый зацепер. Олд. Так, ручку. Мы сейчас ее, наверное, кому-нибудь подарим. Что говорят? Металлическое перо. 14-й год. Жариковой ручек не было и дети в школах учились писать, используя либо металлические перья, либо, что чаще всего особенно в сельских районах заостренные бусиные перья. Основная часть писем тыры-пыры. Окей. Это интересно. Прям что? Капец! Сейчас мы это стальное перо отдадим, наверное, мужику. Но сначала он туда пробежим. Посмотрим, может, что-то есть еще. Нет, все. Тут, наверное... А, не, смотрите, по углю прям бежим. Тут можно слезть. А, вот оно что. Окей. Ну и дальше уже не пробежим, да? Ну, короче, головолом так себе, но бутылочку я еще возьму одну. Мало ли. Что она тут лежит-то? Пригодится. Главное не выкинуть ее. Здорово, мужик. Окей, ты меня спас. Ты откуда, говорит? Из Америки. Не похоже. Пока. Еще увидимся в окопах Франции. Короче, нам страшно в первом бою. Что надо сделать? В бой? Флагоносец прям. Жесть. Он юзает наш свисток. Ура! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вперед! Самый первый бежим. Прибежали. Нифига! Тут, короче, надо уворачиваться от снарядов. Интерактив. Блин! Он еще у него какая-то инерция есть, он бежит вперед. Окей, это будет сложно. Надо запасом бежать. Стой, 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 мужик. Давай вперед. Стой, 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 блин, надо было вперед бежать. А! Да! Ох ты! Я думал, сдох уже, все. Вперед! Все, арт-обстрел закончился. Минус, теперь мы главные. Жесть! А куда бежим-то? Убегай быстрей! У меня аж лагает. Представляете, какое тут мясо? Не вижу нифига из-за взрывов. Да я один остался. Это так задумано. Все, мы прошли игру. Ура! Очень странная игра. Но мы типа выжили, да? О, это этот чувак. Рядовой из 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. В плену теперь мы. Замечательно к этому к мужу жены пришел. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его похозной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного. Наказать тех, кто сломал ему жизнь. Играем за Фредди. Сейчас опять бежать вперед надо будет, да? Опа! Это, кажется, немцы! 7 сентября. Ну, тут, короче, очень много интересной информации, которая мне не особо интересна, потому что историю я вроде как знаю. Так, что у нас тут? У нас есть... Да, блин, сейчас опять все зависит. Ура! У нас тут есть какой-то жетон. А давайте назад побежим. Какой-то жесткий тип. Назад мы не убегаем. Так, стоп. Наконец-то мы продолжаем бежать вперед в этом очишуенном графическом романе. Так, нам нужна тянтишечка. О, у нас есть ключи. Откуда они у нас? Точнее, кусачки. Так, ты что хочешь? Нужно взорвать мост. Вас понял. Мы какие-то суперспециалисты, саперы, наверное, да? Вперед! Ну, мы прям на ничейной земле, да? Нейтральная полоса, или как она там называется? Монетку нашел. Такая война идет, он бежит, бежит. О, монетку нашел. Замечательно. Бежим дальше. Жалко, что эти монетки никак нельзя использовать. Ну, что? Типа грену туда кинуть, да? А развернуться ты можешь? Ну, давай. Ёбарасоты, убегай, мастер, блин! Окей, это будет сложнее, чем я думал. Сновесику надо как-то. Да, блин, дайте мне поиграть, а? Итак, мы продолжаем. Я кинул грену, сейчас она должна взорваться, и ничего не произойдет, да. Берем еще одну, кидаем сновесика. Замечательно! Берем еще одну, кидаем сновесика. Мне нравится эта уже игра, она такая хардкорненькая. Давай, давай, получается! По-любому должно получиться. Ура! Замечательно! Даже не надо никуда забегать, все само забежится. Давай, мы должны разрушить этот мост. Окей, ты победил забор! Ура! А как вы здесь оказались? Там же был забор, ребят! Как вы тут очутились? Как вон те там бегают? Тут же был непроходимый забор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! У нас типа время ограничено, да? Мы не спасли мужика. Надо кинуть грену, наверное, наверх. Angry Birds! Да, Angry Birds! Да сдохни ты, блин! Черт, а фашист! Ну, это, правда, еще не фашист. Да епараса-то! Зато греной попал. Нормально. Где мы сейчас начнем? В самом начале? Нет. Ну, хоть система чекпоинтов есть. Мужик, я тебя сейчас... Нет, мы его хоть как не спасем, потому что, ну, во-первых, грену фиг закинешь, во-вторых, слишком мало времени. Она дольше детонировать будет. А можно в этого сволочь попасть? Сволочь, я хочу в тебя попасть. Или как они там говорили? Ладно, давайте вверх покидаем. Ты еще, грен, представляете, закончится, убегай! Да да, господи! Тапнул один разочек, и он бежит уже в бой под пули. Дебил, что ли, или что? У тебя мозги-то есть вообще, нет? Сдохай, быстрее ты меня загораживаешь. Обзор. Окей, чуть по-другому. Стой на месте, блин. Окей. Можем повторить, да? Я не могу пройти. Это очень сложно игра. Собака! Вы что, не могли ее там клеем намазать, чтобы она прилипала? Ура! Бинго! Так, теперь самое интересное. Надо после того, как он меняет магазин, бежать вперед, мать его! Забегай наверх! Наверх забегай! Ползи, ползи! Есть! Это было сложное экшено, вода. Так, что это такое? Кирпич надо ему на голову кинуть. Окей. Я не переживу, если бы нет. Хотя бы так. Если бы была бы задача еще с пулеметом, с этим, и с гранатами было бы жесть, да? О! Что случилось? Я не знаю! У него каска, как ее сбить? Это не в него надо кидать, я понял. Короче, у него каска, у него иммунитет. Надо вон туда вот кидать. Тогда он отвернется, и мы пробежим. Все-таки игра не такая сильно кровожадная. Бежать быстрее, блин, он сейчас обернется. Это какой-то хоррор. А тут все готовенькое, кстати. Что сделать-то? Вот, что-то нашли. Что это? Карта? Окей. Сейчас угадаем. Мы утонем. Пацаны, вы бы знали, где вы находитесь. Это просто жесть. Ну, нажимай давай. Окей, вниз надо. Интерактив. А? Что случилось? При взрыве моста ни один немец не пострадал, да? Ура, мы мост взорвали. Круши ломай. Читать я-то, конечно же, не буду, потому что тут опять какая-то битва на Марне. Согласно плану Шлиффина, разработанному задолго до начала войны, Германия должна была быстро оккупировать Францию, вторгнувшись в нее севера через территорию Бельгии. После чего, после череды неудач в августе. Ну, короче, это все история, блин. Кому интересна история, посмотрите, и, блин, этот оверсимпл файл, или как он там называется, блин, война на пальцах. Там все рассказано. Ну, так, очень излишне. Или книжку какую-нибудь прочитайте, еще интереснее будет. Опа! Нифигайся, да? Опа! Что с мостом сделали? Жесть! Что это? Гранаты! Откуда вы тут появились? Что, надо туда закинуть? Однаку! Надеюсь, ты на... Так, стоп, дайте мне гранатку еще одну. Я бы в какой-нибудь лимбо поиграл. Так, что тут? Еще какая-то штука гильзы. Окей. Хе-хе-хе-хе! Блин! А зачем я так сделал-то? О, да, я не хочу по этой лестнице идти. Возьмем на всякий случай. Может пригодится. Ну, мы, короче, крутые, взорвали мост. И шо? Ну, понятно, труп лежит и стреляет фигня. Бегом! В окопе. Нормально. Да вот что-то неохота, знаете. Не, не, не буду, не. 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 Кусь, 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 кусь. Убегай назад. Назад убегай быстрее, блин. Жизгачь, да? Бежать! Ну, все, тут ясненько что сделать надо. Я думаю, не подействую, да. Весь геймплей, короче, это куда-то бежать, что-то кусать и кого-то кидать, да. Ну, понятно, в дом надо закинуть. Получилось, нет? Нет, он ее захавал. Ну, так тоже фигня какая-то или не фигня? Окей. Тут надо не просто кидать, тут надо два раза кидать. Окей. Чувак, подарочек лови. О, что такое? Опять ни один немец не пострадал. Окей. Окей. Ничего. Куда бежать? Немного подлагивает, но у меня уже телефон кипяточный. А, надо сделать вот так. Я забыл, как бить. Свап вперед. Ура. Мы победили стенку. А тут что? Увидел живого негра и убежал. Надежда, мать его, убежал. Что у нас делать? Окей. Надеюсь, нас не попадут. Эй, парень, поаккуратней со мной. О, господи, да. Блин, опять мне эту стену побеждать. Вперед! Пропускаем. Так, все, сейчас он прекратит стрелять, сразу бежим. Вперед, блин, что стоишь? Быстрей! Тут еще все взрывают. Они своих взрывают, или это наши стреляют? Чувак, у меня для тебя плохие новости, у меня есть только гранаты. Или... живи! Все, все, стелс, да. Как говорит один Сергей, стелс, надо начинать с гранат, да? Как он меня заметил? Я же черный. о, что это такое? Нифига, он лег от гранаты, вы представляете? Вот это проработано, я считаю. вот это я считаю тупанул, потому что мне больше нечем кидаться. Как так-то? Чем кидаться? Как выйти из этого говна? ну нарисовано так, как будто она ломается, но она не ломается, представляете? Окей. Винишко опять. Кто это был? Он еще вниз посмотрел. Не, прикольно, что он от гранаты, которой не должно быть по идее здесь. Он это такой типа чё? И убежал. И спрятался. Да блин, дырки нет. Короче, надо бежать налево, кидать эту фигню, и потом бежать направо. Еще, о, смотрите, голубь. Ну, голубь типа не подсказывает, что надо сделать. Но мы-то и так все знаем. Тут надо либо кидать, либо кусать. Опа, секреточка, да? Или нет? Помидорка. Ну, ну, стелс-экшен. ой, лол, а если бы я к этому побежал, то тот меня бы увидел. Представляете, да? Просто голыми руками мы еще и флаг спустим сейчас. Ярость! Забыл, как его зовут, но ломать. Ура, мы прошли эту часть, скорее всего, да. Короче, помогли сорвать планы немцев и так далее. Нам главное, судьба наших главных героев, да, как-то так. Во, мы уже, короче, прям выигрываем войну с 14-го года начиная. Круто! Позиционная война, ну вот они негодяи, они прям пьют что-то, смотрите, а имей мы готовят. Нужно еще сосисок. Германский лагерь. Короче, мы теперь поваренком будем играть, но это уже будет следующая серия, если вам игра понравится. Надеюсь, у меня все сохранится, потому что я сейчас не в гугле сижу, ну, в смысле, не в гуглплее, не в гугл-играх, и ничего у меня, по идее, не сохраняется. Ну, надеюсь, все сохранится и мы с этого места продолжим. Если вы этого пожелаете, да, в принципе, игрушка норм, простенькая, бежим, кусаем, кидаем, как-то так, да. А так, пока что на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, пока-пока.